МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасе. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Людмила Анатольевна Лебедева. На телевидении с 1981 по 2005 год. Работала и младшим, и старшим, то есть главным редактором, комментатором. И, конечно же, зрители помнят ее журналистские работы. Людмила Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, потому что вы сегодня очень занятой человек, вы по-прежнему работаете активно, мы с вами сотрудничаем. Подскажите, сегодня все-таки хочется вспомнить о вашей очень плодотворной деятельности в рамках гостелерадиокомпании. Вы пришли на телевидение, поправьте меня, если это не так, в эпоху самого рассвета, яркой эпохи. Каким тогда оно было для вас, телевидение? Ну, я прежде всего скажу сейчас, уже с высоты прожитых лет, да, что это была заря, я сейчас так думаю. Это была заря телевидения, со всеми ее радостями, и со всеми ее открытиями и радугой. То есть оно было очень жизнерадостным, это телевидение. Большие оптимисты меня встретили, большие личности так учили хорошо, наставничество в самом хорошем смысле слова, и все горели идеями. И идеи реализовывались, разрешалось выходить на эксперименты со временем. Каждый день было открытие. Давали возможность реализовать какие-то свои самые сумасшедшие идеи по тем временам? Самая сумасшедшая идея, ну, через новости, там была классика. В самом хорошем смысле этого слова. Люди труда, которые созидатели. Сейчас вот я их всех вспоминаю, даже в рамках сюжетных новостей. Созидатели. И время было созидающее. И передачи тоже. Ну, когда ГЭС на твоих глазах строится, когда запускают третий комсомольский агрегат, и как она растет на твоих глазах, и те самые подвиги трудовые, это именно тогда. Все вокруг строилось, преображалось. Уже позже я потянула на большие формы, на передачи. Появились мысли. И люди того требовали, с которыми мы встречались. Сейчас модно говорить, что тогда цензура была. Однажды меня об этом спрашивали. Я отвечу на этот вопрос, чтобы развеять все сомнения, что мы в жестких каких-то там рамках были. Попробуйте покритиковать сейчас какую-нибудь финансо-промышленную группу, и вы поймете, что такое цензура. Когда правит балл, по определению одного из моих творческих хороших знакомых, правит балл его величества доларий. Вот и все разговоры о цензуре отпадают. Да. В списке ваших журналистских побед и удач, без сомнения, ваши герои и люди, которые не только сыграли огромную роль в истории, и республике, но и вообще в целом страны. Ведь это выдающиеся личности. Расскажите, с кем вам удалось взять интервью. Есть такое определение «Жизнь подарила увидеть». Так называлась первая выставка нашего земляка Анатолия Дмитриевича Заболоцкого, который привез сюда фото-выставку, снятую в Сибири, в России. И ошеломляющее впечатление она производила. «Жизнь подарила увидеть». Название было такое. Посчастливилось встретиться и сделать о нем фильм, и он увозил его потом на канал «Культура». Я вот так думаю, что «Жизнь подарила» встретиться с людьми с необыкновенными. И это не обязательно их масштаб или авторитетом, или еще что-то. Просто люди созидающие. Сергей Кушгетович, которого я теперь уже однозначно могу назвать, не сомневаясь, национальным героем нашим. Никита Михалков. Ну да. Никита Михалков ошеломляющее впечатление в свое время произвел. Это был 91-й год, декабрь. С фондом культуры Хакасии мы поехали туда. Фонд возглавляла Ирина Кононова-Кидиекова, искусствовед. Страна на переломе эпох. Маячила уже Беловежская пуща. Мы об этом не знали. И это был декабрь, конец декабря 91-го года. Творческая интеллигенция, либеральная она или какая, сейчас я это уже понимаю. С трибун поливали Советский Союз, как тюрьму народов. Что им не давали стихи писать. Это люди, у которых сборники, которых мы изучали в школе по программе. И вот с Никитой Михалковым в этих обстоятельствах произошла встреча. Мне любой ценой надо было брать интервью. Я помню его речь тогда. Такая же, как вот и сейчас он говорит о России, с болью и с призывами к стыду человеческому тех, кто Россию эту разрушает. Вот, собственно, он говорил о провинции в интервью потом. Это было для меня открытием на фоне того всего происходящего в стране, что только провинцией будет сохранена Россия. Виктор Астафьев, которого мы навещали в Академгородке с моими приятелями в больнице, лежал с воспалением Лех Кого, потому что второе было прострелено на фронте. Я принесла ему в подарок книгу 1953 года издания, называется «Тает снега». И когда он увидел, он смутился очень сильно, спросил, откуда и зачем. Я, говорит, как Гоголь хотел эту книгу в свое время сжечь. Это было невероятно такое слышать от него. И объяснил, почему. Потому что первая фраза там написана ужасно. И мне тогда как бы секрет мастерства своего сообщил, что все зависит от первой фразы, от нее, и она должна быть выстрадана. Это мне помогало потом. И оставил надпись в подаренной книге. Людой в Хакасии можно жить и дышать, если есть хлеб на столе и Бог в душе. Чего и желаю тебе навечно. Да, замечательные слова. У меня. Следую. Помимо людей такого масштаба, в вашей работе вы сталкивались с многими рядовыми, да, жителями Хакасии. Замечательными. Но тем не менее, которые обладали какой-то такой действительно искоркой, которую вы сумели в них разглядеть. Ваши герои оставляли след в вашей жизни. Священник Александр Рыков. Это тоже первая передача провинции была в предрождественские дни. И настоятель храма в Ширинском районе, кандидат исторических наук, преподаватель Хакасского госуниверситета со всей семьей. Там с замечательным приходом мы делали свою первую передачу там. Вы уже упомянули легендарную, без привлечения, цикл провинция. Его помнят до сих пор. Расскажите, как вообще появилась идея, насколько она тяжело рождалась, и почему именно провинция? Идея родилась, ну вот она возникала просто подспудно, после того, как Михалков так определяющий, харизматичный сказал, как бы обозначил веху. И у Анатолия Дмитриевича Заболоцкого есть работа, деревенская изба в ней, в раме. Куча-куча фотографий, так здорово обрамленных, разных поколений, люди с разными лицами, с разной страной, очень искренние. И вот она стала заставкой нашей передачи и потрясающая музыка Кости Мачина, который именно вывел ту мелодию, которая должна была быть. Режиссером была Людмила Швецова, как вы сказали. Да, потрясающий режиссер, потрясающий красотный человек, потому что она и сейчас такая же. В спорах, в спорах, и не только между нами, так сказать, творцами, как мы в кавычках о себе говорим, в спорах с руководством провинцию вообще категорически запрещали, вплоть до, там, крайних мер, допустим, да. А в связи с чем? В связи с тем, что нужно было делать, Его Величество, новости, не отвлекаясь вообще ни на что. И снимать их клипово, никаких панорам, никаких больших портретов. По три секунды тогда в моде были клипы, в клиповое сознание внедрялось. И поэтому вот их долбить и монтировать по три секунды каждый кадр. А душа требовала другого. Ну, что-то удалось сделать, да. Вот так пролинция была. Лемила Анатольевна, оглядываясь назад, сегодня Вы уже можете дать оценку, какими были эти годы? 24 года отдано телевидению. Эти годы, да, они замечательными, конечно, были. Замечательными, потому что с замечательными людьми работали. Костя Мачин, например, режиссер от Бога, он в программе «Дорога к храму» делали о Саянском мраморе, которым белым, белый мрамор очень большим трудом добывался и шлифовался, которым облицован храм Христа Спасителя. И музыку вот Костя Мачин делал, и он нашел у вертюру Чайковского написанную к открытию храма Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Она там звучит. И взрыв там есть, который мы долго-долго делали. Каганович, по приказу которого был взорван этот храм в 50-е годы, и который сказал, сейчас это уже все цитируется, что таким образом мы задираем подол России. Вот такие серьезные вещи, но там тогда, конечно, это не звучало. Или Любила Шлицова замечательно, или Володя Кугушев, мой наставник, которому я обязательно давала текст, прежде чем его в печать или главному редактору. Директором школы, кстати, до этого был, я даже и не знала, но он по-отечески очень нас наставлял, любя. Илья Анатолий Степанович Солоненко, председатель гостей радиокомпании, который на эксперименты невероятные шел и разрешал нам в годы перестройки 45 минут прямого эфира программы «Добрый вечер» с двумя ведущими, и мы обобщаем картину дня, тут же в кадре комментируя, и кому нужно помочь, называем адреса, и говорим, нам называются адресы, и что мы выезжаем завтра со съемочной группой. Все очень динамично происходило. Солоненко разрешал. Марк Нестерович Маслов, легендарная личность, Катюша не командовал. Дневники потрясающие писал, литературным слогом владел. Журналист тоже, ну, легенда. Николай Гаврилович Мезяев, который потом признался уже, когда я так постарше стала, что когда ходил в обком партии, то у него обязательно были документы в пиджаке очередника на получение квартиры, то есть чтобы в хороший момент подсунуть эти документы и кому-то из наших дать квартиру. Вот такие вот люди. Уставой-то династия. Александр и Юрий Мефодьевичи. То есть замечательное время. Замечательное. Людмила Анатольевна, спасибо огромное, что пришли к нам, поделились своими воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные, когда, к сожалению, многих из тех, о ком вы сказали, уже нет на этом сайте. Нет, они с нами. Они с нами. Мы же встречаемся, постоянно их вспоминаем, они с нами. Вам желаю, и, может быть, и телезрителям. Вот я сказала, что заря человечества, заря телевидения. Сейчас, я думаю, честилище, но мы выйдем из него другими. Вот это нужно пройти, вот это испытание, в котором мы сейчас находимся все, в том числе телевидение, чтобы побольше было созидания. созидание. И тогда будет нам счастье. Спасибо еще раз. Сегодня с Людмилой Анатольевной Лебедевой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся.